МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прими аксиому, что вершина совершенства есть знание человека о своем несовершенстве. И помни, в конечном итоге все сущее совершенствует природу. Наша работа, если ей даваться полностью, она поглощает все время. То есть не только пока ты делаешь, но ты еще и думаешь, ты еще и сопереживаешь, ты еще и думаешь, как это лучше сделать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врач, ученый-практик, глава хирургического стационара, автор множества статей, изобретений и научных разработок. К ней потоком идут пациенты. Они передают ее имя из уст в уста и с неиссякаемой надеждой доверяют ее умелым рукам. А ее виртуозный профессионализм становится тем волшебным ключом, который открывает для них заветную дверцу в порой совсем новую жизнь. Дарим людям здоровье через красоту. Тут даже не скажешь, что первично. Потому что мы оперируем не только людей с взрослыми изменениями, но и людей с рожденными и приобретенными деформациями, которым это просто необходимо. Понимаете, у каждого не просто должна быть профессия, а еще и миссия. Вот если человек несет какую-то миссию, и он так устроен, он должен ее несет, тогда работа спорится и работает с удовольствием. Смысл ее трудов – польза. Свободное время – поэзия природы. Скучает о мощной шире енисейских просторов, любит родных, свою необъятную Сибирь, живописи музыку, с детства играет на скрипке. Хирург, жена хирурга, мама будущего историка. С ошибками природы борется не только скальпелем, но и словом. Считает, что в мире слишком много прекрасного и предлагает не страдать от собственного несовершенства, а с уважением познавать этот мир и себя в нем. Светлана Владимировна Грищенко. Я выросла в маленьком городе, называется он Железногорск. Сейчас можно открыть, это закрытый город. Сейчас уже тайны так постепенно раскрываются. Такая маленькая Швейцария. Город под Красноярском, я сибирячка. Вообще мама с Урала, папа из Пскова. По комсомольским путевкам они в те времена поехали осваивать Сибирь. Было все романтично, красиво. Там две молодых судьбы встретили, создали семью, родилась я. Никакого отношения к медицине не имели. Я не знаю, почему вот так судьба вывела меня. Наверное, потому что в то время не было такого выбора специальностей. Вот может быть, надо было быть учителем, может быть, надо было быть математиком, потому что дед мой по маминой линии, он математик. Он был директором школы, писал книги. Такой, можно сказать, я потомственная математика. Она, в принципе, неплохо шла. Но для девушки, для девочки, вот, я вообще творческий человек. Я занималась в музыкальной школе, я танцевала, пела. Вот мне было все интересно, я везде участвовала. И как-то я себя не очень представляла, вот, что я буду всю жизнь посвящена математике, какой-то серьезной науке. Вот, поэтому выбор был невелик. Вот, и видела в этом какую-то миссию. Знаете, как раньше молодежь вот на БАМ ехала. Мне казалось, что лечить людей – это так здорово, это гуманно, это так и есть. Вот, и поэтому… А, еще был очень моден торговый институт. Вот, вот, очень-очень моден. Мы даже с подружкой говорили, что следовало бы туда поступить, думая о перспективе и о достатке в будущем. Вот, ну, мама сказала, Света, ты не украсть, не покараулить, поэтому это не твое. Вот, и дорога была одна, Красноярский мединститут. И все же вместе с подругой первоначально отправились подавать документы именно в торговую. Но вдруг, неожиданно для самой себя, Светлана выпрыгнула на совершенно другой остановке. Я вышла, сказала, вот это мое, он стоит на горе, на берегу Енисея, такой красивый. Вот, как миссия какая-то, или как что-то вот потянуло, позвало меня. Вот, я вышла, подала документы. Ну, первый год не набрала полбала. Не хватило буквально полбала. И первый год я работала в почетной профессии гардеробщицы. Гардеробщицы мединститутей. И я помню вот этот вот темный гардероб, вот это маленькое окошечко, вырезанное в такой мощной деревянной из хорошего дерева двери. И я помню лица этих счастливых студентов там, по ту сторону этой двери, которым я подавала пальто. И я точно знала, я на будущий год поступлю туда. Я штудировала сама, без всяких репетиторов. Как-то тогда вот не модно было с репетиторами, как-то все сами-сами. Я брала Комченко химию, я брала биологию. Сама штудировала, я точно знала, я хочу быть по ту сторону окна. Поэтому мне уже не интересно. Вот, и на будущий год я, конечно, поступила. Потому что очень хотела. Я считаю, что вот если есть желание, даже нету возможностей. В принципе, можно всегда чего добиться. Дом семьи Грещенко был всегда для друзей распахнут, хлебосолем. Здесь много шутили, пели и с наслаждением работали. Мир достатка и необыкновенно насыщенной природы стал для Светланы нормой. С тем, как живет весь остальной союз, за пределами ее маленькой Швейцарии, она столкнется как раз после окончания школы, когда приедет в Красноярск поступать в институт и с ужасом увидит пустые полки магазинов и серые озабоченные лица людей. И мне подружка говорит, пойдем в магазин, что-нибудь поесть. Купим, я говорю, пойдем. Мы пошли в магазин. Приходим, там прилавки пустые. Я никогда не знала. Ну, вроде телевизор смотрела, вроде мне 17 лет, взрослая девушка, что вся страна живет вот так вот. Мы пошли в магазин. Мы говорим, слушай, здесь ремонт. Пойдем в другой, заходим в другой. Там тоже прилавки пустые. Я говорю, слушай, а здесь ремонт, она Света. Да нет, это везде так. И вот я в 17 лет увидела первый раз пустые прилавки. В таком райском городе я жила. Вот это мой город, где я выросла с прекрасным озером. Город Железногорск под Красноярском. 60 километров от Красноярска. С двумя пляжами, с красивым озером, с микрорайонами новыми, со старой чертой прекрасной. С очень добрыми людьми. Я до сих пор приезжаю в Красноярск. Ко мне подружки приезжают, когда я. Они, мы не идем в ресторан. Девчонки приезжают и по старой привычке привозят стряпанные блины. Они считают, что я приехала, вот, меня надо накормить, напоить. Какие-то вот такие традиции. Они немножко сейчас уже уходят, но они все равно есть. Вот, приходить в гости, я не могу сказать без приглашения, но когда день рождения, прийти поздравить, вот, даже если, там, и не приглашали, просто поговорить, принести подарки, вот, порадоваться. Вот как-то вот эти традиции, они еще есть. Мы стараемся их сохранять, но здесь немножко другие, другие немножко традиции. Здесь темп другой жизни. Вообще Москва, там немножко все поспокойнее. Москва вообще вот по характеру мой город. То есть живой, динамичный, где-то агрессивный даже. Вот такой вот я люблю такую жизнь, драйв такой. Муж Светланы Владимировны тоже врач, тоже хирург, и тоже прошел самую трудную школу, школу скорой помощи. Они рядом со студенческой скамьи, учились, дежурили, оперировали все вместе. А вот их сын Стас медиком стать не захотел. Пошел по стопам деда, решил стать историком. Недавно у Грищенко вышла профессиональная работа. Ее книга посвящена зеркало души, глазам. Они определяют выражение лица человека. Глаза в многом говорят, сами. Поэтому здесь ошибиться нельзя. Напряженный пульс столицы не убил умения вглядываться в глаза человека. Щедрости души и радости, когда дом полон гостей даже во времена не самые простые. Правда, именно в те нелегкие годы супругу Светланы Владимировны пришлось уйти из операционной. Вспоминает, уходил мучительно, словно перерубал жизненную артерию. Говорят, хирургов, как и разведчиков, бывших не бывает. Ибо хирургия – это не просто профессия, не просто специфика мышления. Это даже не диагноз. Это судьба. Он был прекрасным хирургом. Он до всего, он педант. То есть за какое бы дело ни берется, он все делает до конца. Если он оперирует, то это будет качественно. Если он лечит, то он знает про это заболевание все. Если он лечит пациента, то он сделает все, чтобы его вылечить. То есть он вот такой человек. Ему это все хорошо давалось, но мы попали в то время, в трудное время, когда были реформы в стране. И в стране было, в общем-то, может быть, даже где-то не до людей, а может быть, вот какие-то перемены шли. И, честно говоря, мы не имели финансовую возможность работать. То есть мы не получали зарплату полгода. И кто-то из нас, ну это мужчина, естественно, должен был кормить семью. Мы пережили то время, когда мы жили на бабушке-дедушке пенсию. Были трудные времена. И когда мы делили кашу, вот хотя в наше время мы это все прожили, поэтому он принял решение уйти из хирургии. Но оно давалось годами, даже не сразу. Он еще работал, зарабатывал сначала в фармацевтической компании. Продолжал дежурить, не мог уйти, потому что, ну, душа это делает. Ремесло, которое потерять, ну, дорогого стоит. Тому отданы были 15 лет жизни. И он хороший хирург. Мы приехали сюда, и пациенты писали ему письма. Сын, он гуманитарий. Сын, это история, это поэзия, это музыка. Это не скальпель, не операции, не кровь. Это нет. Это не болезнь. Это другое. Вплоть до того, что я когда в кандидатскую клеила, мне надо было 5 экземпляров, там 60 фотографий, в каждом экземпляре надо было ход операции наклеить. Говорю, Стас, помоги мне наклеить операцию. Он говорит, нет, мама, я не могу эти картинки даже смотреть. Хотя, хотя, я считаю, семейственность в медицине это правильно. Некоторые не одобряют, когда за отцом приходит сын, за сыном приходит там внук и так далее. Я считаю, что медицина это то, что надо передавать. Вот я сейчас накопила, вот эта книга, это желание просто передать то, что накопила за, допустим, 10 лет работы в косметологии. А здесь ты можешь всю жизнь передавать, можешь библиотеку передавать, можешь навыки. Есть нюансы, от которых зависит очень много. И важно, что это передашь. Никому чужому это так не передашь, как здесь. Потому что все разговоры, все переживания, все беседы, они, когда люди-врачи, еще и дома идут о работе. И человек, вот он еще и растет, и взрослеет, поэтому, ну, вместе с этими разговорами. И это как бы образование еще дополнительное. Поэтому, вот, к сожалению, сын не пошел по этим словам. Но другой, он как мой папа. Вот мой папа, он любил историю, он любил литературу. И когда мне история плохо давалась, он садился со мной рядом и говорил, Света, у тебя контрольная? Ну, давай, быстренько пробежим. Он листал учебник вот с такой скоростью, вот с такой скоростью. Потом закрывал его. И просто садился и рассказывал мне. Вот это папа. Вот Стас такой. Сложности жизни. Они заставляют человека быстрее взрослеть. Даже совсем маленького. В последние годы Светлане Викторовне приходится иметь дело именно с такими пациентами. В силу экологических проблем во всем мире увеличились случаи врожденных патологий. Природа дает сбои, дает сбои и общество. Идут войны. Как всегда, страдают самые безвинные дети. И здесь речь зачастую идет не о красоте, профессиональном предмете пластического хирурга, а о невозможности вписаться в жестокий мир социума, что не терпит никакой инакости. Впрочем, на Руси испокон веков главной добродетелью почиталась жалость. Жалость к страждущему. В стенах института ее не стесняются и лишь поражаются стойкости и терпению малышей. Эти дети, они рано взрослеют. Они умеют преодолевать трудности. Поэтому они крепче и мужественнее простых людей. И когда что-то возникает, они умеют с этой ситуацией справиться. Они немножко замкнуты, они больше в себе. Их надо раскрыть. Они потом раскрываются, раскрываются или не раскрываются. Но вот на самом деле они сильнее. И поэтому проблемы-то как раз с людьми избалованными, изнеженными, скорее всего. Потому что, оказавшись в трудной ситуации, они не могут из нее выйти. Эти дети крепче. Мы видим, как они растут. Они к нам приходят на этапы операции. От этапа до этапа мы интересуемся не только и видим, как они выглядят. Мы интересуемся, как у них складывается жизнь, как они учатся. Многие из них пишут стихи, многие хорошо рисуют. Многие из них потом становятся поэтами, писателями, известными врачами, хорошими людьми просто. Вот. Поэтому, в принципе, если человек вовремя человеку оказать помощь и вовремя ему помочь, вот этот устранить сбой, который получился от природы, то это нормальный человек. И он может... Мир перед ним открыт. Вот. Понимаете, когда есть ограничения по той или иной причине, это сложно. А когда открыт весь мир, и ребенок может себя реализовать, главное его не задавить. Главное не создать в ребенке комплексы. Вы знаете, ребенок, он непосредственно. Он красив просто так. Он как ребенок красив. Вот он рождается, и он до 18 лет ребенок. У него свежая, чистая кожа. Такая же у него душа. Вот. От него вкусно пахнет. У него красивые, чистые, светлые глаза. Понимаете, он сам по себе красив. Конечно, когда природа дает сбой, это вот когда ребенок рождается с какими-то дефектами и деформациями, конечно, им надо помогать, потому что это тот цветочек, который потом расцветет, даст плоды, доставит радость, принесет радость другим. Вот. Но это наше будущее. В этом вся жизнь состоит. Главное – это человек. Как они попадают к нам? Мы выходили на средства массовой информации, на телевидение, проводили акции благотворительные. Называли их «Радуга», «Улыбка». По-всякому. Мы прооперировали за три года более 500 детей абсолютно бесплатно за счет средств института. Ну, поскольку институт у нас на самоокупаемости, самофинансировании, вы можете понять, что это, в принципе, благотворительность – это самопожертвование хирурга, персонала и всех. Вот. С пониманием мы относились к этой проблеме и брали все это на себя. И сейчас большое счастье, что на нас вышел фонд благотворительный «Меценаты столетия». Вот мы уже два года сотрудничаем с этим фондом. Я даже не могу сказать, как это получилось. Получилось, знаете, как два человека встречаются и влюбляются в друг друга. Вот, в принципе, сотрудничество получилось именно так. Фонд занимается тем, что говорит о проблеме, говорит о детях, которые есть, о конкретных детях, не безликих, не просто о проблеме. Есть дети из детских домов, есть дети семейные, но это какие-то дети другие. Дети, которые рождаются вот с этой патологией, они с раннего детства, с младенчества переносят операции. Операция – это определенный стресс. Операция – это не просто так, это неприятная процедура. Поэтому эти дети, они как-то очень рано взрослеют. Вот. И когда они к нам приходят, они как маленькие мужички и женщины, вот совсем еще по пояс нам, они все понимают, они интересно рассуждают. Они сами очень добрые, они там делятся конфеткой, сами предлагают. Они интересны, они не столько требуют к себе даже внимания, как остальные дети. Да, они шалят, они балуются, но они какие-то более мудрые. Вот такие дети. Есть дети из Чечни после ранений и военных действий, есть дети с отдаленных уголков, с Ивинки к нам приезжают. Ну, вот все не перечисляют. Тут вся Россия, ближняя и даже дальняя зарубежья к нам приезжают. Я хочу сказать, что за рубежом вот американцы, да, я думаю, что не только американцы, но вот я училась в Америке у доктора Маги, который поставил делом своей жизни Operation Smile, операция «Улыбка». Он хирург в детской клинике. Они проводят акции по всему земному шару, по славоразвитым странам. Началось у них, по-моему, это все с малайзийских республик, когда они организовывали команды врачей, приезжали, оперировали детей и уезжали. Потом они вынуждены были покупать самолет, оборудовать самолет как операционную, как, ну, такой небольшой стационар. Они прилетали, вот, и доходило до того, что столько было детей, даже уже во взрослом возрасте, что они не успевали вот за этот период прооперировать всех. И родители, чтобы их ребенка прооперировали, родители просто около самолета оставляли и убегали. Ну, они ж не могли его не оперировать. В России, как и в любой стране, есть люди, которые умеют сострадать, сопереживать. Они, наверное, являются меценатами, понимаете? То есть я считаю, что традиции меценатства, они в самой русской душе, в самом человеке. Вот, и они есть, они развиваются в той или иной степени. Видите, все зависит еще от ситуации в стране, когда в стране неспокойно какие-то перемены, там, и революция свой вклад внесла, и перестроечный период. Ну, я уж не говорю про Великую Отечественную войну, когда какое-то там меценатство. Это вся страна, меценаты. Да, когда шли и свооружены, и без вооружения за родину, за мать ложились. Это что? Это тоже меценатство. Вот, и эти традиции, они сейчас поддерживаются. Я считаю, что врачи – это все меценаты. Несмотря на то, что давали клятву Гиппократа, мы никогда не считаем, сколько вот время закончилось, рабочее мы пошли. Мы всегда посмотрим, как пациенту, как он выходит из операции. Если есть много операций, мы будем до ночи оперировать. Это тоже меценатство. Ну, такое вот понятие, оно обширное. Существует такое высказывание, что красота требует жертв. Я бы опровергла это высказывание и сказала, что красота не требует жертв. Все мы стареем, у всех появляются морщинки когда-то. И мы забываем в этом рынке больших фирм и услуг и продвижения товаров простые народные средства, которые позволяют нам оставаться красивыми. Во многом красота зависит от генетики. Надо сказать, что моей бабуле сейчас 86 лет, и действительно морщинки у нее появились в 70. У нее до сих пор еще розовые щеки, румянец, гладкие щеки. Ну, вот вокруг глаз такие морщинки. Поэтому здесь красота и наследственный фактор, они зависимы. Зависит еще от того, в каких условиях работает, живет человек. От того, как он ощущает себя в этой жизни. Ведь если человек себя не любит, если у него есть какие-то комплексы, или он недоволен собой, он себя не любит, его и другие не могут полюбить. Может быть, он хорош, но ему что-то в себе не нравится. Вот тогда на помощь приходит, может быть, и пластическая хирургия. Кстати, бывает, что можно обойтись без хирургов. Бывает, что здесь хорошо привлечь психолога, который раскроет хорошие положительные качества, в человеке заставит поверить его в себя. Лучше послушать себя, к своему миру ощущения, заглянуть немножко в прошлое. Как раньше наши бабушки хорошо выглядели, почему не хватало сил на вот эти тяжелые работы, как они оббеливали кожу, как они наводили румянец на щеках. Это тоже не надо забывать. Я бы сказала, что стандартов красоты нет. И каждый человек ощущает себя как-то по-своему. Но здесь я бы сказала, что здесь должна быть индивидуальность. Не надо ее терять. То есть каждый человек, он имеет право на нее. И кому-то красиво быть полным, кому-то красиво быть худым. И вот эти вот стандарты, они просто как мода. Их можно рассматривать как мода. Вы знаете, целлюлит, вообще на него внимание обращать вот так вот, как у нас сейчас. Когда-то он даже был красивым, да? Вот в рубинцевских вот этих вот дамах обнаженных. На них просто налюбоваться невозможно. У женщины такое строение. С ним борись, не борись. У нее такое строение. Он будет. Другое дело, если женщина как-то к нему по-другому относится, что это не самое главное в ее жизни, этот целлюлит. Что сейчас куча всякой модной одежды, как целлюлит этот можно прикрыть. Да в конце концов, можно заняться спортом и как-то его уменьшить, там массажи какие-то. То есть нельзя на этом зацикливаться. Он есть, он был и будет этот целлюлит. И это вообще не самое главное в жизни. Вообще на это надо меньше обращать внимания. Столько прекрасного вокруг. Ну и, конечно, духовное состояние человека главное. Потому что человек может быть красивый, без единой морщинки, но нет искры в глазах. Это кукла. И она некрасивая, она неинтересная. А есть человек весь как печеное яблочко. Весь в морщинках, но у него глаза отгорят. Но это доброта сама. Это большая душа, это интеллект большой. К этому человеку тянешься. Не надо никаких пластических операций. То есть сам человек интересен. Человек – это вот душа, это тело. Надо человека заставить полюбить себя. У меня была такая история, когда я прооперировала женщину, была простая блефропластика, то есть операция на веках, при стареющих веках. И она принесла неприлично большой букет цветов после операции. Я говорю, господи, боже мой, ну такая простая операция, что произошло в вашей жизни, вы не понимаете, она говорит. Мы прожили с мужчиной с любовью 15 лет, и он мне сделал предложение. Но он ей сделал предложение не потому, что она как-то удивительно красивой стала после операции, а потому, что она полюбила себя. Она себе понравилась. У нее стали блестеть глаза. Она заставила обратить на себя внимание с другой стороны мужчину, полюбить еще больше его. Вот чем проблема. То есть полюбить себя. Редактор субтитров А.Семкин